Мы снова в программе на частоту на телеканале Елерна. Спасибо, что вы остались с нами. Я предлагаю начать Абдураиму свою заключительную речь аналитическую. Еще раз всем здрасте. Я рад присутствовать здесь. И сегодня я хочу сказать, как вообще суеверие, вот эти предсказания помогают в моей жизни и в жизни моих друзей. У меня есть друг, который боялся признаться девушке в любви. И однажды мы с ним ехали в машине, в такси, и тут идет предсказание будущего. Опять в такси-гороскоп. В такси-гороскоп. Мы просто в университет ехали. И он мне эту тему поднимает, что я не могу ей признаться в любви, потому что мне страшно, я стеснительный и тому подобное. Тут воодушевляющая речь. И тут начали говорить, телец, у тебя сегодня день будет интересен, потому что ты должен признаться в любви, как Жанайдар говорил. Ну, как бы по-другому, но как бы сделать, быть решительной сегодня. И он сказал мне, Абдрик, сегодня я пойду и скажу ей, что я люблю ее. И он пришел, я вообще удивился, он где-то цветы откопал по дороге, когда мы шли. Он пришел и подарил ей цветы, да, и сказал, что ты мне очень нравишься, давай пойдем в кино. Она согласилась, она сказала ему да. И тут он пошел и был счастлив. А если пример Жанайдара брать, да, он говорит, я там всем говорил, я люблю, я люблю, и мне говорили нет. А представьте себе, если бы человек не услышал это по радио, если бы человек, ну, как он сложился, да, такой человек сложился, он бы и не признался никогда в жизни бы. И всю жизнь бы мучился бы, и думал бы, блин, мог бы я у нее спросить или не мог, да, сделал бы я правильный выбор или не сделал бы, да или нет. Вот о чем сегодня я говорю. Или еще одна, да, у всех в жизни была такая ситуация, когда мы боялись бабайку. Да я до сих пор боюсь бабайки, которая живет под кроватью, да, живет под кроватью, и я всегда, когда укрываюсь, я ноги полностью вот так закрываюсь полностью, чтобы она меня не укусила, да, я боюсь. И вот так сижу, и не смотрю в сторону коридора, потому что боюсь, там вдруг какая-нибудь тень появится, вдруг нет. Я смотрю в потолок и держу, когда я усну, да, когда песочный человек меня осыпет песком снов, и я буду жить, ну, спать и видеть хороший сон. Если ребенок, когда, ну, происходит такой момент, когда он боится бабайки, он кричит, мама, мама, она быстро к нему прибегает. Это ли не чудо, когда ребенок понимает, что он, ну, как бы его оберегает, то, что он живет в любви, в достатке, да. И тут же мы говорим, что есть суеверия, которые, да, делают нам какой-то жест, да, какой-то намек на то, что может произойти что-то плохое. Та же самая пятница, 13 конференция, ты должен подготовиться правильнее, ты должен подготовиться на все вопросы. И тут следует вывод, что наша судьба будет улучшена, потому что мы стимулируем себя и начинаем отвечать на вопросы, на которые нам могут задать вопросы. И мы совершенствуемся, да, и мы начинаем думать более глобально. И не забудьте, самое главное, это чудо, которое приносит нам Дед Мороз. Спасибо большое. Спасибо. Не зря фракция называется «Хранители снов» на самом деле. Давайте послушаем огонь и воду, несовместимые части, но я уверен, что у вас все получится. Дана, пожалуйста. Давайте опять минуты занудной статистики. Смотрите, ученые, верящие в существование НЛО, всегда находят больше доказательств его существования. То есть смысл такой, что если ты в что-то свято веришь, то ты сам увеличиваешь вероятность того, что это случится. И теперь это казалось бы замечательно. Если верить в добро, в то, что у тебя сегодня все получится, и все будет замечательно, то это прекрасно. Но ведь есть и обратная сторона медали, есть негативные предсказания. Если просматривать приметы, то половина всех примет — это своего рода табу. Нельзя выметать мусор по направлению к двери, нельзя возвращать деньги ночью, нельзя переходить дорогу. Нельзя, нельзя, нельзя. Иначе случится что-то плохое. И видите, коль свято верит, что случится что-то плохое, плохое и случится. И сегодня не лучше ли вообще абстрагироваться от всех вот этих элементов случайности, вдруг хорошее, вдруг плохое, а верить в собственные силы. И когда вот с теми же случаями относительно свиданий, не надо ждать хорошего прогноза, надо просто сказать, у меня все получится, я замечательный, прекрасный молодой человек. И как у Жанайдара была проблема в цветах, если бы он пришел с цветами, все было бы по-другому. Да, и я сегодня куплю замечательные цветы, и у меня все получится. И тогда у тебя действительно ты сам вот этим своим внушением обеспечиваешь себе успех. И поэтому сегодня давайте, в принципе, действительно творить свою судьбу сами и добиваться успеха своими же собственными силами. Спасибо. Спасибо, Дана. Спасибо огромное. Уважаемые эксперты, у вас есть возможность, уникальная возможность, парадоксально я бы даже сказал, выбрать одну команду, которой вы отдадите свои предпочтения. Справа это команда хранителей снов, соответственно, против них команда огонь и вода. Я хочу сказать, что разумом я с этой командой, а чувствами с этой командой. Что победило, разум или чувство? По ситуации. Посмотрим, чем все кончится. Альбек, пожалуйста. Я отдаю свой голос за команду огонь и вода, потому что то, что я сказал, все вот эти предсказания, предубеждения, это все предубеждения, и они делают психологический гипноз человеку, который, если больше фокусируется на негативной части, да, негативно гипнотизирует человека, который там, благодаря каким-то предупреждениям, там, не женится или не выйдет замуж в мае, или же не перейдет дорогу и так далее. То есть, некоторые могут сказать, там, не садитесь на трамвай или на поезд, да, то есть человек всю жизнь или там большую часть жизни будет бояться садиться на трамвай или что-то такое. То есть, в 21 веке, в веке технологии, научного прогресса, я думаю, молодежь, подрастающие поколения должны быть более прогрессивными, более целеустремленными и обращать взор именно на наказательство в науке. А то, что касается предсказаний, это очень сложная наука. Я не думаю, что сейчас очень много специалистов, грамотных специалистов в этой сфере, которые могут прям все их прогнозы и так далее. Ну, может быть, там, 5% из 100 что-то сбывается, но остальное все это лишнее. Спасибо. 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 Я хотел бы, конечно, сказать в пользу команды хранителей снов. Что касается предсказаний, каких-то предначертаний, это действительно вещи достаточно интересные в том плане, что человек в эти моменты как бы так мобилизуется, концентрируется, о чем вы говорили. Но, тем не менее, конечно, есть такие моменты, когда в астрологии есть такое понятие квикенсы, повтор ситуации. И когда эта ситуация постоянно повторяется, то есть эта ситуация на самом деле не разрешается, ее надо как-то решать. И чтобы вот этих квикенсов не было, чтобы, ну, может быть, были, так сказать, более положительные, более позитивные какие-то квикенсы, нужно, конечно, двигаться как бы в более положительную, в более сторону. Поэтому, в общем-то, что касается команды Огонь и Вода, то есть которая действительно желает найти вот эти какие-то положительные вещи и двигаться вперед, ну, действительно строить жизнь своими руками, я, в общем-то, отдаю предпочтение вот этой команде. Спасибо. Может быть, не суеверия влияют на человека, а человек влияет на суеверие. Вспомним вот этих искателей воды в пустыне с рамкой. Ведь это не железка ищет воду. Это что-то в нас, какое-то шестое чувство. То есть это все не изучено, да, мы уже летаем в космос, но не до конца изучили, как действует наша психика, да. И может быть, это не кошка там пробегает и влияет на нашу судьбу. А мы что-то чувствуем, не можем себе это объяснить и как-то вызываем каким-то образом черную кошку. Я понимаю, что это звучит как бред, но эта идея может, как бы, имеет право на существование. Спасибо. Совершенно верно. Спасибо. Я надеюсь, что мы вам подарили сегодня прекрасное настроение. И в эти прекрасные майские дни вы будете улыбаться и радоваться жизни. Спасибо, что были с нами. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok